Человек приходит в церковь И вспоминаются люди, которые в этих событиях участвовали И вот когда человек приходит в церковь, а человек приходит из мира То человек бывает потрясен, когда слышит или потом читает об этих людях, которые поминают церковь Мы с вами живем в этом мире и видим людей, которые пьют, которые гуляют Которые крадут, которые ругаются нецензурно Которые грубые, которые злые, которые завистливые, которые клеветники Которые гордые, тщеславные И мы живем в этом мире, считая, что этот мир нормально Но когда приходит человек в церковь Бога Он видит, что те же люди Воры, разбойники Клеветники, завистники Которые приходят в церковь, вдруг становятся другими Что-то с ними происходит Но здесь еще люди узнают другое Когда человек приходит в церковь и слышит житие какого-то святого Вдруг он узнает о том, что этот человек вообще родиться не должен был на земле И вот сегодня то, о чем мы говорим с вами Мы сегодня вспоминаем Иоанна Крестителя Удивительнейший человек Который жил, конечно, на земле, реально жил, реально Огромное количество свидетелей осталось о его жизни И вот то, что мы с вами сказали Имеет отношение к нему Мог родиться Иоанн вообще или нет? Нет, родиться он не должен был Потому что родители его были в таком преклонном возрасте Когда уже детей не зачинают и не рожают Если даже зачать ребенка, выносить его невозможно Старые дряхлые родители Священник Захария и Елизавета Они чем-то согрешили его родители, что Бог им не дал детей Они были такой чистоты и святости Мы сегодня в нашем мире уже, наверное, не найдем ничего подобного Потому что мы знаем, что от алкоголика рождается алкоголик От вора рождается вор От клеветника рождается клеветник От завистника завистник От ленива рождается ленивый От яблоней не может произойти груша И от лука, который мы сажаем, не может вырасти репа Поэтому сегодня мы говорим, что посеет человек, то и пожнет Но здесь пожинать нечего Старые уже люди, которые прожили свою жизнь И Господь им не дал вообще детей Вообще не дал детей И когда человек приходит в церковь, он узнает о том Что оказывается были люди У которых сам Господь закрыл возможность рождения Сам закрыл до определенного времени А потом вдруг сам дал дитя Смотрите, мы говорим сейчас о человеке О Иоанне Крестителе Но мы сразу говорим с вами Есть ангелы, мы слышали И вдруг неожиданно к его отцу Который, как мы с вами сегодня служили службу Во время богослужения Явился архангел С неба И сказал, что у тебя будет сын Смотрите, он еще его не зачат даже Еще неизвестно, что будет А уже на небе изъясно У тебя будет сын Не дочь будет, сын будет А еще ничего нет И дальше он говорит о ангел Назовете его Иоанн Переводится на наш язык Благодать Божия Захарий не мог его назвать Иоанном Потому что в еврейском народе Называли точные имена По деду, по прадеду По ком-то из своего рода Но если Не было такого имени в роду Все, таким именем не называли никого Имена имеют большое значение А здесь он говорит Иоанном назовете Иоаннов не было в роду Захарии И не было в роду Иоанна У Елизаветы Мог человек старый и дряхлый Хоть и священник Поверить тому, что ему говорят Нет, не мог Иоанн говорит ему За то, что ты не поверил Будешь молчать Будешь немым Пока не увидишь своего ребенка Который родится И вот 9 месяцев он молчал Пока не родился у него сын И когда принесли дощечку Отцу Отец возглавлял род Мужчины были в почете Мужчины во главе стояли дома Он написал Иоанн Так, как говорить не мог Был немым И когда все это совершилось Стал опять говорить Немота отошла И с этого времени Нужно было только наблюдать Что будет с этим сыном В это время Ирод, царь Который был послан Здесь царствовать От Римской империи Узнав о том Что Родился Некто, кто будет Будущим царем И евреев Так Возмутился В такое пришел Гневливое состояние Что сказал Всех детей Которые родились До двух лет Всех уничтожить Сказано Плач стоял В еврейском народе Плач стоял В раме Потому что Евреи Почитали детей Самое драгоценное Для них Было это дети И вдруг 14 тысяч Младенцев убили Это же Немыслимо Просто Все эти дети Сегодня Если вы Приедете В Иерусалим Пойдете В Вифлеем Увидите Огромный Стоит Стеклянный Куб В храме И там Тысячи голов Маленьких Когда я первый раз Увидел это Я был потрясен Говорю А что это? А это Дети тех Младенцев Которые убили Когда-то Мира Мира В мир Большинства И он Был там До 30 лет Пустыни Он не знал Этой мирской жизни Ни о каком Браке речи Не может быть Ни о каком Противоположном Поле Нет речи И когда ему Открылся Тот Кто с ним Беседовал Бог И повелел Ему Оставить Пустыню И пойти На реку Иордан И крестить Людей В покаянии Грехов Все Он совершил Как Ему повелел Бог Он пришел На Иордан Реку Такая же Святая река Для евреев Как и для нас Волга И когда он Пришел туда Он стал Говорить Покайтесь Ибо приблизилось Царство Небесное Люди Шли к нему Тысячами Все сословия Саддукеи Фарисеи Все И он Всех крестил И всех От всех Требовал покаяния Чтобы люди Говорили Прости нас Господи И помилуй Но он Он же Пришел Ради чего-то Более Большого И вдруг Однажды Когда он Крестил Людей Он увидел Христа И когда он Увидел Христа Он сразу Понял Вот ради Кого я Родился И ради Кого я Вышел Ради Кого Притек Раньше Он Называется Притеча Он Притек Раньше И Крестить Начал Первый И когда Христос К нему Подошел Он Как Духовный Человек Нетелесный Потому что Он даже Пищи Не ел Той Которую Мы едим С вами Мы едим Мясо Рыбу Птиц Он Никогда Не ел Такой Пищи Он Питался Исключительно Диким Медом Мы даже Мед едим От пчел Которые Одомашенные Окультуренные А он Дикими От Диких Пчел Вкушал Мед И вот Когда он Увидел Христа Он Был Так Потрясен И Сразу Сказал Ему По Смирению Своему По своему Смирению Сказал Я Должен У тебя Креститься Но Христос Его Успокоил И Сказал Мы Должны Совершить То Что Нам Повелел Господь И Когда Иоанн Креститель Его Крестил Как сказано Сейчас Было В молитве Он Коснулся Главы Бога Который Стал Человеком Но Иоанн Не знал И ученики Иоанна У него Было Уже Много Учеников В том числе Те Которые Стали Потом Учениками Христа Но Ни у Кого Не было Мысли Закончилась Жизнь Иоанна Крестителя Итак Первое Действие Он Родиться Не мог Это Чудо Что Такое Чудо Чудо Бога Это Тогда Когда Действие Выходит За пределы Нашей Логики За пределы Наших законов Телесных И этой Природной Среды Это Может совершить Только Бог Второй Момент Сам Господь Его В пустом От людей Месте Воспитал Сформировал Нужный Тип Личности И Третий Момент Он вышел На проповедь Все Жизнь Его Закончилась Теперь Что Делается Теперь Он Ожидает Этой Кончины Но он Не знает Когда Будет Кончина Он Продолжает Общаться С учениками Он Продолжает Им Что-то Говорить Учить Их Но В это Время Уже Начинается Деятельность Христа Христос Уже Начинает Проповедовать Христос Уже Начинает Творить Чудеса А Иоанн Вдруг Засомневался А тот Ли Это Потому Что Христос Такой Как Обычный Человек И все Его Принимают За Человека А тот Ли О Ком Говорили Пророки Тот Ли Это Мессия Засомневался И посылает Своих Учеников И говорит Сходите К нему Спросите Он Тот Кого Мы Ожидаем И Христос Вместо Того Чтобы Сказать Что Да Я Тот Кого Вы Ожидаете О Ком Сказали Когда-то Пророки Трубы Божии Он Сказал Пойдите К Иоанну И скажите Ему Я Мертвых Воскрешаю Освобождаю Людей От Любых Болезней От Бесов Освобождаю Он Говорит Ему О Делах Своих Которых Ни Один Человек На Земле Творить Не Может Люди Такого Творить Не Могут И Когда Ученики Пришли Иоанну Сказали Иоанн Успокоился Утешился Как же Закончилась Его Жизнь Нелепо Жизнь Закончилась Его Нелепо Царь Ирод Празднует День Своего Рождения Но День Рождения Празднование Праздник Что такое Праздник Праздно Мы живем В это время Праздно Мы отключаем Своё сознание Отключаем Ответственность Отключаем Волю Свою Мы живем Мы живем Праздно На день Рождения Можно Пожить Не так Как обычно Живем Пригласил Друзей Своих Пригласил Знатных Сановников И Употребили Хорошо Спиртного В чем Опасность Алкоголя Ум Отключается Воле Отключается А здесь Еще вышла Дочь Блудницы Родного Брата Филиппа Жена С которой Этот Ирод Грешил У своего Родного Брата Жену Забрал И с ней Жил При своей Живой Жене И при всем Народе Который Видел Это Знал Это А что Делал Иоанн Креститель Он Обличал Его И говорил Да Ты Не Имеешь Права Как Царь Грешить Ты Не Имеешь Права Сам Нарушать Закон Который Почитается В Народе Злился Ирод Нервничал Ирод Но Боялся Трогать Иоанна Крестителя Потому Что Народ Его Любил Очень Почитал Его Но Что Он Мог Сделать Все Таки Он Ему Как Б Немножко Отомстил Отправил Его В Тюрьму Иоанн Креститель Находится В тюрьме И Вдруг День Рождения Выпили Закусили Выпили Закусили Выпили 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 Не Закусили А Здесь Танцы Манцы Музыка Играет По Чувствам Бьет Чувства Наши Начинают Расходиться Страстные Порочные И Танец Танец Такая Танцовщица Вышла Соломия Дочь Вот этой Самой Блудницы Которая Жена Была Его Брата Родного Филиппа А он С ней Жил При Всем Честном Народе И Совершается Невероятное Так Она Угодила Этому Ироду Своим Танцам Так Угодила Гостям Его Своим Танцам Что Подвыпивший Ирод Не Владея Собой Сказал То Чего Царь Не Имеет Права Говорить Он Этой Блуднице При При всех Сказал Проси Что Хочешь Могу Тебе Отдать Даже Пол Царства Пол Царства Отдать Как Хрущев Взял И Отдал Крым Просто Взял И Отдал Крым Отдаю Украине Это Что Такое С Кем Он Посоветовался Ельцин Приехал В Севастополь Сказал Севастополь Никогда Не Отдам Будет Всегда Москве Принадлежать А вечером Взял И Отграл Украине С кем Посоветовался С кем Держал Совет Кто Его Научил Таким Вещам Сколько Мук За Это Время Было В Севастополе В Севастополе И В этой Украине И Сегодня Еще Продолжается Так же И здесь Полцарства Отдам Да Кто Тебе Позволил Это Делать Все Слово Сказано Сказано Тогда Это Соломия Пошла К Своей Матери И Говорит Ей Царь Полцарства Обещал А Мать Уже Более Мудрая Она Говорит Зачем Нам С тобой Полцарства Завтра Придет Другой Царь Все Заберет Попроси Голову Иоанна Крестителя Чтобы Он Нас Больше Не Обличал Чтобы Наша Совесть Успокоилась Представляете Себе И Выходит Назад Возвращается Соломия И говорит Не надо Полцарства При всех Но так Как ты Мне дал Уже Обещание Дай Мне Голову Иоанна Крестителя Не Убей Его Не Лиши Его Жизни А Голову Мне Его Дай А где Же Тело С телом Возьми Нет Тело Не Надо Голову Только Одну Потрясающе И Когда Царь Ирод Понял Что Он Совершил Ошибку Преступную Ошибку Но Сказано В силу Того Что Он Дал Обещание Надо Быть Верным Этому Обещанию Он Вызвал Стражу И Сказал Воинам Пойдите В тюрьму В темницу И Принесите Голову Иоанна Крестителя Страшно Представить Когда Мы Даем Какое Это Обещание Надо Всегда Думать Что Мы Дали Какое Обещание Нужно Иногда Отказываться От Обещания Мало Кому Мы Что Обещали Зачем Не Надо Негодное Обещание Не надо Выполнять И Когда Этому Пиру Этим Подвыпившим Людям Принесли Голову Иоанна Крестителя Он Действительно Взял И отдал Ее Вот Этой Соломии А Соломия Пошла Отдала Своей Матери А Мать Что Сделала Что Сделала Мать Бросила Голову Иоанна Крестителя С ненавистью В отхожее Место Ученики Увидели Это Они Были Потрясены Взяли Эту Голову Достали Вымыли И Захоронили Опять Глава Ушла Еще Раз Захоронили И Вот Сегодня Мы Отмечаем Первое Второе Обретение Главы Иоанна Претечи Христос Сказал О нем Не Было Изрожденных На земле Людей Выше Иоанна Крестителя А Смотрите Казалось Бы Какой Конец Но Это Конец Для Тела Почему Господь Его Раньше Времени Взял Потому Что Он Должен Был Раньше Христа Сойти В ад Души Всех Людей Всех Народов Которые Когда Либо Жили На земле Все В аду Были Все И И Когда Мы Читаем Гомера Одиссею Читаем Помните Когда Умерла У Одиссея Жена Он Спустился В Аид Аид Это Ад Об Этому Не знали Не только Греки Египтяне Знали Вавилоняне Знали Римляне Знали Смотрите Запомните На всю жизнь Сегодня У нас 2016 Год От Рождества Христова Что это означает Это означает Началась Новая Эра Сначала Иоанн Креститель Сошел В ад В этот Сошел И уже Там Сказал О том Что Все Время Закончилось И в скором Времени Когда Распяли Христа Христос Сам Согласился Распяться Сам Согласился Он Сошел Душа Его Божественная Душа Сошла Тоже В ад И он Вывел Всех Праведников Кто Достоин Был Царство Божие Разделилось Царство Ада Лучших Достойных Чистых Вывели Царство Божие Одни Достойные Остались В аду И вот С этого Момента Вот эти Две Тысячи Лет Души Людей Отбираются Кто-то В ад А кто-то В Царство Божие Мы с вами Когда придем Туда В тот мир Наша душа Придет Все узнаем Тоже Об этом Столько Написано Об этом Столько Воспоминаний Об этом Столько Фактов Об этом Столько Подробностей Что Каждый Из нас Из разумных Людей Сегодня Имеет Право И возможность Почитать Это И ужаснуться Может быть А может быть Удивиться А может быть Восхититься Я умоляю И прошу Вас Об одном Всегда Знайте Не помните Об этом А знайте Что мы Никогда Не умрем С вами Если человек Даже убьет Себя Он может Убить Только Вот это Тело А наше Тело Это 100 Миллиардов Клеток Мозг 4,5 Миллиарда Клеток Наши клетки Наша Плоть Соединится С землей Откуда Мы знаем Где наш Дом Построен Не на кладбище Я помню Когда я служил В Иваново Одна школа В одном из районов Ивановской области Так люди Страдали И болели Учителя Не могли учиться Преподавать Дети Один-два урока Выдерживали Не могли больше Находиться в школе Не знали Что делать Обращались И в церковь И к экстрасенсам Обращались Говорили Ну что такое У нас происходит В этой школе Оказалось Что школа Была построена На кладбище И так И так люди Построена Была школа Кого там только Не было похоронено А может быть Там были похоронены Люди Которые Разрушили храм Убили священников Сожгли иконы Откуда мы знаем Поэтому сегодня Мы с вами говорим Прикасаясь К жизни Иоанна Крестителя Прикасаясь К его делу Которое он Совершил на земле Он человек Исключительно Божий Он Пророк Божий И Христос О нем говорит Нет выше Иоанна Крестителя Изрожденного Женами Но в Царстве Божьем Среди Ангелов Божьих Он конечно Ниже всех Поэтому мы Сегодня Видим с вами Удивительную Страницу Истории Человеческого Рода Мы сегодня Видим с вами Страницу Воли Бога Которая Действует На земле Мы сегодня Видим Следы Бога На земле Многие Из людей Которых Назвали Иоанном Не знают Того Что они Названы В честь Иоанна Крестителя Они думают Что их Назвали В честь Дедушки Прадедушки Имя Имеет Очень большое Значение И когда Тот же Архангел Гавриил Придет К родителям Божьей Матери Будущей Божьей Матери И тоже Этим Старикам Скажут Что у них Родится Дочь Они Не могут Зачать Эту дочь Но он Вместе С тем Что скажет Что дочь Родится Он скажет Назовете Ее Мария Переводится На наш Язык Госпожа Поэтому Имя Которое Мы носим Имеет Очень большое Значение Дело Которое Мы делаем На земле Имеет Значение Чем Бы Мы Не Занимались Какой Бы Профессией Специальностью Должностью Что бы Мы Не делали Я умоляю И прошу Воспомните В первую очередь Мы люди И каков человек Такой и правитель Каков человек Такой и учитель Каков человек Такой и врач Каков человек Такой и священник Мы можем Профессиональной Деятельности В отношениях С людьми Дать только То что у нас Есть внутри Поэтому я умоляю И прошу вас Если вы чувствуете У вас есть Раздражение Что-то Ненормально Внутри Если вы Кого-то Осуждаете Что-то Ненормально Внутри Если вам Хочется взять Чужое Что-то Ненормально Внутри Поэтому Человеческая Жизнь Это не так Все просто Это не только Еда Одежда Обувь Это не только Крыша над головой Две крыши Три крыши Это не количество Денег Не количество Машин Все это внешне Это мы С собой Ничего не возьмем В старинные В древние Времена В двадцатом веке Умирала Жена Одного Американского Миллиардера И когда она Умирала И почувствовала Что она умирает Она сказала Вдруг Принесите Мое Любимое Платье Все знали Что у нее Есть Любимое Платье И когда Его принесли Это любимое Платье Она Уже Этими Скорченными Скорченными Пальцами Схватила Платье И сказала О мое Любимое Платье Схватила И умерла И руку Не могли Разжать И пальцы Не могли Разжать И тогда Что сделали Принесли Ножницы И вырезали Вот это Вот с этим Кусочком Платья Она ушла Из этого Мира Она даже Бога Не вспомнила В это время Платье Для нее Было Дороже А если Кто-то Любит Танк Тогда он С танком Будет Уходить А кто-то Всю жизнь Резал Всех С ножом Уйдет А кто-то Стрелял С пистолетом Нет Царстве Божьем Это не нужно Поэтому Я желаю Вам Чтобы вы Помнили О Иоанне Крестителе Помни о тех Святых Которых Церковь Постоянно Поминает И еще Что у нас Есть с вами У нас Есть возможность Обратиться К нему За помощью Считается Что Иоанн Креститель Является Ангелом Пустыни Как будто Он основатель Монашества А еще Что Говорят Что у кого Болит Голова Нужно Обращаться К Иоанну Крестителю Но Голова Иногда Болит От того Что Много Думаем Одна Есть Машина Еще Одну Машину И вот Думай И думаю Все время Как Сказал Гегель Враг Хорошему Наилучшее Все Хорошо Нет Хочу Еще Лучше Но Здесь Есть Опасность Чего Только Старуха Не Имела От Золотой Рыбки Поэтому Я желаю Чтобы Мы Не Остались С Разбитым Корытом А Желаю Чтобы Мы Прожили Достойную Жизнь И Нас В этом Укрепляет Опять Дорогое Наше Солнце Которое Вышло И осветило Нас И Сказало Все Правильно То Что Мы Говорим Спасибо Господи Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok